Первый пик. Это я уже где-то видел, вот эту парочку первым пиком, но её на экзорцист тоже муть, поэтому бомбметатель. С превеликим удовольствием. Броня и сержант неплохая карта на шамана, потому что есть тотемы, тотемы можно забахать вот этим вот боевым ключом, но нет, всё равно разряд лучше. Лучше, чем неистовство ветра, лучше, чем сержант. Слизнюк или Рыцарь Длани? Вот тут вот такой немножечко интересный вопрос. Конечно же, Матрос Южных Морей – самая плохая карта. Наверное, наверное. Ну, кстати, не знаю. Конечно, если мы сейчас взглянем на Тирлист, да, вот мы берем шамана, то мы увидим, что Силер Хэнк Найт... Где он? Где он, где он, где он, где он. Вот этот вот спектр. Ну вот Уз, да, 64. Серьёзно? Силер Хэнк Найт хуже? Где он? Опять же потерял. What the fuck? Второй чемпион. Спайдер Танк, Спектр Кнайт. Вот, Силер Хэнк Найт. Да, он намного лучше, чем Уз. 78 целых. Ну, наверное, да, я соглашусь. Просто, опять же, шаману нужно занимать стол, и я возьму его. Зачем так долго искал? Да, и так всё очевидно, что Силер Хэнк Найт лучше. Возрождение мне, конечно, совершенно не нравится. Это довольно плохая карта, если у тебя нет каких-то очень хороших существ с Дозратлами, либо просто очень жирных ребят, ну, типа 7-8, например. Поэтому эту карту я брать не буду. Так, ну и, конечно же, я буду брать Воргена, потому что, ну, просто 3-3, наверное. Да, получше, чем бронеси-сержант. Ну, очевидный выбор, это Молния. Мне нужны какие-то быстрые ремоуэллы. Это две карты очень медленные, очень... Ну, это слабо, это медленное, поэтому Молния выбор наш. Конечно же, Дух Дикого Волка. Две другие карты совсем слабо. Единица здоровья здесь плохо. Эта карта вообще ничего не делает. Конечно, Волк. Гроза – самая лучшая карта, хотя и Владычица Бесов очень хороша для шамана. Владыка Смерти – худшая карта здесь. Но Гроза в любом случае топ-1. Здесь я возьму Собиратель Сокровища. И стол занимает, и дроу какой-никакой. Это плохая карта из-за 4-х здоровья. Это, ну, как бы... Мне его так настойчиво предлагают, что... Я не люблю, когда мне настойчиво предлагают вас. Это муть. 1-2 за единицу – это, конечно... Ну, в Мурлоков у нас нету, нам не нужно. Это, в принципе, неплохо для шамана. Можно тотема там побафать, но все равно это слабо. 1-3 за 2 – это слишком слабо. Разрушитель – если, как бы, мы займем стол и будем его защищать, то Разрушитель – хорош. И поэтому я возьму его. Конечно же, здесь несущийся кода, потому что... Ну, он делает... У него очень полезный Баттл Край. Именно поэтому я его возьму. Это тоже, вроде, неплохая девочка. Ну, ладно. Кода по-лучшему. О, хочется, конечно, взять тотем языка пламени, но я считаю, что Крошер, конечно, лучше, учитывая, что и Четырк у нас нету. Здесь я возьму Раздвоенную Молнию, наверное. Да, конечно. Хороший ремовл. В отличие от Констракта, да где эта карта не играется на арене, она очень-очень хороша. Да. Наверное, Ниста Стэггарпия. Ба-ба-ба-ба. Хилинг. 30. Что там еще? Ну, Тотемик Майт это вообще самая-самая плохая карта. Практически. 6. Ну, понятно, что как бы... В Винфуре Гарпия это будет покро... А, она тоже 30 стоит. Ничего себе. Я бы реально бы взял... Я бы реально взял исцеление предков, если бы у меня была хоть одна жирная... Хоть одно жирное существо сейчас. Максимальное, что я имею, 4 здоровья. Это очень мало. Поэтому я возьму Гарпию. Топор Бури лучше, чем молодой Хмелевар. Ну, конечно, есть пара... Очень много, на самом деле, Баттл Крайв, которые стоит вернуть. Но топор лучше, как ни крути. Служитель Боли, Раздражатор и Земной Шок. Раздражатор не хорош, потому что нету никаких бафов у нас. Мы отказались от Тотема Языка Пламени. Да, в пользу Крошера, поэтому Раздражатор муть. Это тоже ничего... Ну, тут такое. В принципе, Земной Шок тоже, конечно, такие. Все карты очень средненькие. Оценим. Оценим, оценим. Эрдшок, 56. Ну, ладно. Это пойдет. Да, я, скорее всего, возьму именно его. Акалит Воли, 48. И Аноинг Трон, 48. Да, давай Эрдшок я возьму. Ну да. Теперь у меня есть 5 здоровья. Здорово. Здесь, конечно, Сен-Жен. Опять же, проседаем по четверкам. И это намного лучше, чем другие две карты. Еще один топор. Или все же Огор. Ну, много топоров, конечно, не очень здорово. Понятно, что он намного лучше, да? 78 и 66. Что у нас по тройкам? Тройка нам вроде как хватает. Ладно, я возьму... Не знаю, кого это. Я возьму все же Огра. Еще одна Молния. Ну, давай еще одна Молния. Я больше ценю, чем Буйный Сенежабр. Опять этого парня взять? Да, к сожалению, как бы, играя за Шамана, мы ничего не сможем с ним сделать хорошего. Наверное, я возьму Стенающую Душу, хотя это тоже ужасно для Шамана. Даже не знаю, может быть, я действительно возьму вот этого парня. Как он на английском называется? Давайте вот приценим его. Где-то здесь же, наверное, он должен быть. Еще хуже? Понятно. Как он называется? Вот он. Грим Патрон он называется. Ну да, дамы и господа. Десяточка, это, конечно... Ой-ой-ой. Что за прога? Это сайт herdsarena.com. Да, оценю... Как бы настолько низко, я не ожидал его увидеть. Но где-то вот здесь увидеть его я ожидал. Ну так, это жесть. Наверное, мне придется взять Валинг Сол. Что там мне еще? Абоминающен, да, предлагают. И то плохо. И это плохо. И обоминающен плохо. Ну ладно, Валинг Сол так Валинг Сол. Да, пожалуй, я соглашусь, что Валинг Сол здесь самая правильная карта. Ну почему? Ну опять Валинг Сол. Ну хотя раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Восемь из двадцати карт. То есть, в принципе, можно взять, конечно, три-два. Валинг Сол. Ну давай. Да, я транслирую окно браузера. А, нет, не видно. Ну извините. Чардж. Взять чардж. Ну не знаю. Нет, в принципе, тут такой момент, что я никогда не брал вот эту карту. Я считаю ее очень-очень плохой. Экспериментатор гнома. Но если не сейчас взять, когда у меня реально очень много всевозможных заклинаний, есть вэпн, ну не так много существ. И не такие уж ценные существа. Я считаю, что вполне нормально. Давай возьму его. Кракл. Еще одно заклинание. Ну здесь, конечно же, жонглер. Жонглер замечательное существо. Лучшая двойка. Техник. Наверное, техник, да? Что посмотрим у нас по механизмам? Один. Просто как бы три-три за три лучше даже, чем три-три за четыре, учитывая винтфуль. Ну что тут особо винтфуль-то некого есть. Давай технику возьмем. Йетя. Йетя очень простой. Ну еще один топор. Я рад, что я в предыдущий раз взял Огра. И я как раз-таки предвидел второй топор. Что мне придет. И тут, конечно, третий топор был в провал. А здесь пойдет. Ну это совсем слабо. Это совсем слабо. Придется жрицу Луну брать. Хекс. Что дата глотная? Ну, Алый Крестоносец. Да, давай. Ну ладно, у меня есть два топора. И, в принципе, жуткий Корсар это хоть что-то может сделать. Огонек мне ничего не даст. Эльфийская лучница ничего не даст. Практически. Да, давай Корсара. И последняя. Еще одна Гроза. Да, конечно. А, я забыл его Корсаре. Ну ладно. Это все равно мало. Для техники. Тут как ни крути. Ну что сказать о колоде. Сильная нет. Ну, в принципе, играть ей можно. Очень много ремувлов стартовых. Что здорово для Шамана. Всего две двоечки. Что плохо. Ну, довольно много троек. Да, четверки. Такие себе. И лейт у меня ужасный. То есть я даже... Либо я как бы очень быстро захватываю... Быстро захватить стол невозможно, потому что у меня всего две двойки. Либо я захватываю на третьем-четвертом ходе стол и просто не даю противнику выйти на него. Либо я проиграл. Нет, 6-7, мне кажется, это что-то многовато. Лучница... Ну, так себе. Я считаю, что 3-3 лучше все же. Не, не, какой Огрмак-то что? Столько заклинаний, мне вообще пофигу, наверное, столько заклинаний. Да, Огрмак вместо Йети, ну, не совсем никак. Ну, ладно, может под грозу. Опять же, он дорогой Огрмак. Если бы там был Кобальт, ну, опять же, Кобальт. Если бы мне предлагали Талнасу вместо Йети, я бы взял. А так, ну, нафиг. Давай, вперед.